МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Вы смотрите Ukrainian Fashion. Сегодня мы в магазине Каста Бьюти на презентацию капсульной коллекции бичелой тетрады и Валерии Ковальской. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вначале я буду обязательно сказать, что бичола уже официально продается в Украине на три города. Днепропетровск, Харков и, конечно же, Киев. Это сети Каста Бьюти, которые поддерживают начинающие и не начинающие популярные украинские бренды, чтобы показать свою новую коллекцию, специально созданные для этот магазин и вообще. И я вот... Эти костюмы были похожи в этот тиле вот на последнем коллекции. Я изменил цвета, белый, красный, что... Я называл это коллекция, что новогодный мастер, что обязательно должно быть новогодный вечер в гардеробе, одно платье от печелы. Я прихожу к печели с какой-то идеей концертного своего костюма, и вот мы начинаем рисовать, воплощать. Для меня это очень важно, чтобы на сцене я себя чувствовала комфортно. Да, я должна быть красивая, но, первое, я не модель. Я должна быть певицей и отдаваться полностью музыке. Вот, например, это платье я бы точно не одела на сцену, потому что оно слишком экстравагантное для меня, потому что в нем можно прийти, действительно, на показ и так далее. Оно очень красивое, очень женственное, но на сцене оно мне мешало бы. То есть поэтому есть очень четкая грань для меня между вещами, которые я могу одевать в жизни, на какие-то светские мероприятия, и вещами, которые я выхожу на сцену. Давайте сейчас возьмем его и скажем, Печелла, подари мне платье на Новый год. Печелла, говорят, ты... Говорят, ты сказал, что ты даришь всем платье на Новый год. Нет. Нет? Это была шутка. Шутка? Ну, конечно, нет, я никому. Есть единственные, как сказать, таланты в Украине, которые заслуживают этого. Нет, надо поддерживать. Ну, подаришь, ладно? Конечно. Вот я уже говорил, это все. Все, на камеру. Я, собственно, в вещах своего бренда, поскольку, ну, их, наверное, у меня больше всего, вот, и, ну, скажем, когда у тебя есть возможность, если тебе нравится то, что ты делаешь, ты, в принципе, наверное, одеваешь свои же вещи. В магазин постоянно приходят, ну, обновления, то есть, как бы сезонные, и многие вещи, скажем, они в единичном экземпляре, и они не были никогда выпущены ни в какой из коллекции, то есть, они сделаны специально для магазина. Вот, поэтому, скажем, постоянно есть что-то новое. Будьте модными с Ukrainian Fashion. Я пришла к своим коллегам посмотреть, как они, вот, сделали нечто новенькое, прикольное, интересное, вот, порадоваться за них. Я так смотрю, что все очень-очень красивое, необычное, просто мега буду сейчас все смотреть. Я всегда стараюсь одевать хоть что-то от украинских дизайнеров, и сегодня тоже одела. Вот у меня свитер Литковская из прошлой коллекции «Зимняя». На мне все остальное просто бренды мировые, но даже не буду их перечислять. Главное, что есть вся вещь украинского дизайнера, я их очень люблю, очень поддерживаю. Вот на мне Литковская. Но как же я могу не поддержать друга, который называет меня мамочкой? Я как мамочка, конечно, обязана поддержать сыночка и очень талантливого, в первую очередь, дизайнера. Самое любимое платье, как и у многих, кто видел коллекцию, это вот это вечернее, которое финальный выход, оно, ну, не может, его невозможно не любить. Это как произведение искусства, на него даже можно просто смотреть. Не знаю, решусь ли я одеть такое откровенное платье, но то, что оно красивое, это все понимают, я думаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...